Девушки отдыхают Девушки отдыхают В игре же это маг-убийца с серьезным уроном и контролем, и высокой скрытностью Давайте перейдем к умениям Эвелин Пассивка Демоническая тень Находясь вне боя, Эвелин окутывает себя демонической тенью Демоническая тень лечит Эвелин при низком запасе здоровья А по достижению 6 уровня дает маскировку Кьюшка Всплеск ненависти Эвелин бьет врага своим хлыстом, нанося урон первому вражескому бойцу Затем она может выпустить цепь шипов ближайших врагов до 3 раз В обольщение Эвелин проклинает свою цель Следующая атака или умение Эвелин, примененная после задержки Очаровывает цель и уменьшает ее сопротивление магии Ешка Удар хлыста Эвелин бьет противника плетью, нанося урон После этого ее скорость передвижения ненадолго увеличивается И наконец-то R Последний поцелуй, абсолютное умение Эвелин Эвелин истребляет врагов прямо перед собой Пока она занята этим, ее нельзя выбрать целью После этого она телепортируется назад, на большое расстояние Пометочка Идеальное время для ульты, это когда на противнике засветятся перекрестия Это означает, что вы его сможете убить Давайте пройдемся по прокачке На первом уровне качаем Q, ее же мы будем максить Вторым берем W, она же даст нам контроль и увеличит урон Что хорошо скажется на фарме Последним открываем Ешку, также ее вторично максим Ульту качаем вне очереди Что касаемо нашей невидимости У нас есть радиус, в котором мы невидимы Будьте внимательны, когда будете гангать Чтобы вы вас не обнаружили раньше времени Также вас обнаружат башни и тотем контроля Обычные варды вас не видят Также будьте внимательны с использованием ульты Так как после абсолютного умения у вас довольно сильно отбросят Смотрите, чтобы не в тыл врага Также ульту можно использовать как предмет отступления По умениям все, давайте разберем как же фармить Эвелин Фарм за нее не составляет большого труда Я лично люблю начинать там, где мне может помочь бот лейн То есть, если это нижняя линия, то я начинаю с красного бафа Если это верхняя, то соответственно с синего Так как при поддержке двух союзников я быстрее заберу баф И начну зачистку других лагерей Если я начинаю с синего, то после громпа я как правило иду на краба, на воду Но будьте осторожны, чтобы не строиться с вражеским лесником на крабе Так как дуэль это не ее сильная сторона Также у Эвелин есть баг После наложения сердечка, большие крипы и краб глючат и стоят на месте Что дает нам время безнаказанно и безопасно их лупить Но самое интересное начинается именно тогда, когда Эвелин получает 6 уровень Тогда она остается по-настоящему опасной Но отъезживаться в лесу до 6 уровня очень чревато Как ни крути, надо выходить и помогать союзникам на линии до 6 уровня Делать это нужно очень осторожно, так как Эвелин очень хрустальный герой И умирает крайне быстро Лучше всего до 6 уровня выйти на линию с одним героем То есть либо на топ, либо на мид Но если на боте ваши союзники ведут по урону И увидите, что противник надамажен То можно помочь и там Ваша задача на начальном этапе не убить Хотя бы просто отогнать противника на базу Это уже даст вашей команде время на фарм и получение опыта После получения 6 уровня Раскрывается куча тактик и возможностей для гангов Если оппонент зазевался и запушил линию То вы без проблем можете зайти за спину И наложив сердечко взять его под контроль И совместными силами со своим союзником Очень легко и быстро его убить Уйти в такой ситуации противнику крайне сложно Но помните, вы не дамагоприемник Если вас начнут бить, вы быстро умираете Особенно актуально это знать на топе Так как загранным в угол зверь Ничего не останется, кроме хоть хотя бы кого-то укусить И укусить он попытается именно вас Давайте поговорим о том, кого нам стоит бояться в вражеском лесу А в лесу нам лучше бояться всех и вся Как я уже отмечал ранее Эвелин это не дуэлян Она может дать отпор Но лучше все-таки не драться один на один Пока вы не будете уверены в ней на 100% Так как сила Эвелин это в ее умениях А в атаке у нее крайне слабые А бояться нам стоит многих Особенно тех, кто может прыгнуть на чемпионов Типа Лисина, Ксинжао, Джакса, Варвика и многих других Наша задача безопасно фармить все, что получается И помогать на линиях Очень часто на Эвелин пытаются охотиться Особенно такие чемпионы, как Джакс и Ксинжао Так что будьте осторожны и ставьте варды в основных проходах в лесу Пройдемся по предметам Первым предметом естественно мы собираем лесной Предмет называется Зачарование, Рунное Эхо Дает нам силу умений, перезарядку и маны Также естественно с ним становится намного проще жить в лесу Второй для себя лично я всегда предпочитаю сапоги В данном случае сапоги чародея Сапоги для родственника очень важны Мы должны быть максимально мобильным Третьим предметом я лично предпочитаю покупать Гроза Личей Этот предмет дает много усилений Кулдауны, ману, скорость передвижения и усиленную автоатапу Очень полезный и нужный предмет Чтобы покупать дальше тут уже нужно смотреть от ситуации Если у вас все хорошо по игре и по фарму То самый лучший вариант это Шляпа Рабадон Она даст вам еще очень много урона Если у противника 2-3 танка То посох Бизны тот предмет который вам нужно собирать после Грозы Личей Ну а если все-таки вас пытаются выловить и фокусят То песочные часы Жони вас спасут Они также вам дадут броню и немножко уменьшат КД Также можно собрать ревай Что даст вам немножко здоровья и замедленное передвижение противников Ну и дальше чисто интеллективно Что хотите на свой вкус Какие у меня стоят руны вы сейчас видите на своих экранах Можете поставить на паузу и ознакомиться Ну и последнее Как же себя вести в тимпайтах Когда башни уже пали и союзники смещаются для боев 5 на 5 Самое главное мы помним Мы не инициатор Мы крыса Которая выбирает самую мягкую цель и убивает Но и далеко от союзников тоже лучше не уходить Чтобы успеть взамес Сплитпуш дается Евелин очень сложно Крипов она убивает крайне долго Также советую следить за одинокими целями по карте И нападайте когда они того совсем не ждут Так как у вас есть самое лучшее оружие Это инвиз Я не знаю насколько кому был полезен этот гайд Я по любому что-то упустил Но это первый мой опыт Я учту ошибки и буду улучшать свой контент Если конечно же вам понравилось и было полезно Пишите свои комментарии И кого бы вы хотели видеть в следующем в гайде Всем спасибо за внимание Хорошего дня И только побед Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok